Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. В этом видео с вами я, Пашка Ивич Анна. Мы находимся в моей теплице и мы говорим на такую тему, как ошибки при планировании теплицы и при размещении рассада в ней. Ну что же, пойдем по порядку. Первая ошибка, которую я выделила при установке теплицы, это отсутствие сетки, которая бы способствовала тому, что крот в теплицу бы не попадал. То есть отсутствие противокротовой сетки. После того, как была установлена теплица, были сформированы гряды, был засыпан грунт, крот начал ходить и он не успокоился до тех пор, пока очевидно не прокопал все необходимые тоннели под землей. Но это крайне негативно оказало свое влияние на теплицу, поскольку дыры, сформированные кротом в ней, способствуют до сих пор тому, что иногда при поливе тех или иных кустов большая часть воды и питательных растворов просто вымывается на дорожке. Иными словами, первое, что необходимо учесть при установке теплицы, это противокротовая сетка. Вторая ошибка, которая была мною допущена при размещении рассады в теплице, это то, что я разместила томаты по бокам, а по центральной гряде разместила перцем. Если вы сейчас обратите внимание, то середина июля, середина вегетационного периода, томаты еще находятся в активной стадии цветения, еще у нас цветет шестая, седьмая кисть, то есть время самого формирования урожая, а томаты уже дошли до верха теплицы. Это впоследствии будет приводить к тому, что конденсат, как правило, у нас он уже начинается с августа месяца, при перепадах дневных и ночных температур, будет падать на наше растение, и, возможно, он будет являться одним из провоцирующих факторов более быстрого развития тех или иных грибных заболеваний. Поэтому вторая ошибка и второй момент, который необходимо учесть при размещении растений, это более высокие сорта томатов, в частности, размещать лучше, конечно же, по центральной гряде, а более низкие сорта томатов, например, карликовые сорта томатов и перцы, необходимо размещать по боковым грядкам. Третья ошибка снова касается размещения растений в теплице. В моем случае это томаты я выбрала для выращивания и высокорослые, и карликовые томаты. Я посчитала, что будет удачным разместить карликовые томаты у стенок теплиц, а высокорослые томаты разместить ближе к проходу. Но если вы будете в своей теплице выращивать одновременно и карликовые, и высокорослые томаты, то имейте в виду, что карликовые томаты отдельно, высокорослые томаты отдельно. Поэтому третья особенность при планировании теплицы, это разделение сорта типов по различным грядкам. Четвертая ошибка, которая была мною допущена, но, как мы знаем, все ошибки мы формируем по мере получения опыта, это мульчирование посадок перцев свежескошенной травой. В более раннем видео я говорила, что впоследствии это спровоцировало активное размножение такого вредителя, как слизень, который впоследствии повреждает листовые поверхности перцев. Поэтому четвертое, что необходимо учесть при формировании будущего урожая в теплице, это то, что мы мульчируем перец, грядку с перцем, не травой, а какими-нибудь материалами типа опилки, щепа, яичная скорлупа или диатомит садовый. То есть то, что будет некомфортно для жизнедеятельности слизней и будет способствовать тому, что этот вредитель не будет активно размножаться, даже если он в теплице появится. Конечно, не все плохо в теплице, есть и пару позитивных моментов. Первое, что я хотела бы отметить при планировании теплицы, это ее расположение на участке. Есть много информации о том, что теплицу необходимо размещать на южных сторонах участка, теплицу необходимо размещать на открытых пространствах, для того, чтобы растения купались в обилии солнца и тепла, для того, чтобы будущий урожай формировался при достаточной солнечной радиации, накапливалось обилие сахаров и других питательных элементов. Но как только мы с вами размещаем теплицу на открытой части участка, как только мы ее ставим под активную солнечную радиацию, сразу возникает необходимость в притенении. По этой причине я рекомендую, исходя из своего опыта, все-таки находить для теплицы более укромные места. Возможно, пускай это будет какая-нибудь древесная растительность, хотя бы с одной стороны. Возможно, это может быть какое-нибудь строение. В моем случае с одной стороны находятся бани, со второй стороны находится основной жилой дом, поэтому это способствует как бы скрадыванию того самого активного солнца, которое, как правило, приводит к таким негативным последствиям, как, например, очень высокая температура, стерилизация пыльцы. И за весь сезон при очень-очень-очень высокой температуре, которая была у нас, я не притеняла свою теплицу. В этом просто не было необходимости. Второй позитивный момент, о котором я хотела бы сказать, это количество гряд в теплице. В моем случае это три гряды. Ширина каждой гряды 70 сантиметров. Ширина между ряде дорожки, по которой я хожу, составляет 45 сантиметров. Ширина дорожки 45 сантиметров меня вполне устраивает. Для меня ее хватает, этой ширины. И три гряды, в моем понимании, это достаточно успешный вариант. Поскольку я работала в теплицах, у которых было две более широкой грядки, и это крайне неудобно, поскольку постоянно при уходовых процедурах за растениями тебе необходимо становиться непосредственно в зону прикорневую, таким образом уплотняя почву. Также при поливах тебе необходимо постоянно снова становиться и снова уплотнять почву. При сборе томатов постоянно необходимо тянуться. В случае, если у нас гряда 70 сантиметров, то это не доставляет никакого дискомфорта при обрабатывании, при формировании и при сборе урожая. И третий позитивный момент, не совсем тривиальный, это то, что в своей теплице в углу я разместила розу. Кстати, в интернет-магазине Процветок прошло большое поступление по кустарникам, лилиям, тюльпанам и другим редким видам и сортам растений. Заходите на сайт Процветок, выбирайте растения по душе, оставайтесь на канале, оставляйте комментарии и лайки. Спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова